Семейные ценности Да, ну конечно это все Как правильно сказали, тема семейные ценности Запада и в связи с этим какие уроки нам следует извлечь из того, что нам сегодня Ну известно, что сегодня, особенно в контексте тех станций, которые Запад нам постоянно пытается как-то навязать, ограничить нас Вот мы видим, что вот эта пропасть, которая всегда была между нашими цивилизациями, она никуда не ушла И сегодня мы видим, что вот эта фаза такой некой борьбы или конфликта между западной цивилизацией и цивилизацией под названием Россия А я считаю, что Россия это страна-цивилизация Вот этот конфликт, он достиг своего такого, можно сказать, апогея за последние, по крайней мере, ну 30 лет, наверное, да? С момента распада Советского Союза То есть сегодня наступил такой некий момент, час икс, что ли, когда вот уже расставлены все точки над «и», понятно, кто здесь враг, кто друг И сегодня мы должны как-то набраться мужества, что ли, для того, чтобы суметь, во-первых, обрести свое собственное лицо, свое собственное «я» и обрести свою независимость Вот в полном смысле этого слова И осознать полностью, что для нас представляет западная цивилизация Да, конечно То есть Цивилизация Востока И в какое вообще окружение, в какой обстановке он Да, и, конечно, конечно, кто мы такие, кто мы есть сами Потому что вот в последние годы мы себя недооценивали, это явно То есть мы недооценивали все то, что у нас у самих есть Вот И если вот говорить вот об этой борьбе между нашими мирами, то если раньше, допустим, Европа, ну, скажем, проявляла некие такие открытые акты агрессии, да, в отношении России, то сегодня мы видим, что методы борьбы с нами, они приобрели некий такой скрытый характер, латентный То есть И вот эти методы, которые применяются, они стали более изощренными Я бы сказал, такими культурно-цивилизационными То есть, что я имею в виду Вот сегодня, допустим, есть такое понятие, как информационные войны Это понятие, которое появилось вот буквально вот сегодня И, ну, в наше время И поэтому, ну, когда мы об этом говорим, многие понимают под этим только некую картинку Некую картинку, которую он видит по телевизору И что вот посредством, допустим, телевидения, да, нам навязывается какая-то мода, какая-то культура западная Но все не так просто, как мы на самом деле думаем Все намного сложнее, намного опаснее Что я имею в виду? Вот сегодня, сегодня нам пытаются навязать не просто какие-то, не знаю, каких-то героев посредством фильмов Каких-то, не знаю, может быть, не знаю, какие-то тенденции в моде Это понятно Но кроме того, нам сегодня пытаются навязать некий образ жизни То есть Поведенческий стиль Да, поведенческий стиль Вот это, мне кажется, очень... Вот здесь скрыта очень сильная угроза для нашей цивилизации Михаил, можно перебью? Да Я вот все, вы правильно говорите Но я вот единственное не соглашусь Вы вот переносите это, как будто это вот сегодня началось после распада Советского Союза Я бы не согласился Скорее всего, Запад имеет цивилизационное противостояние с российской, с русской цивилизацией Это уходит в века Нет, я не говорил, что противостояние уходит в века Я понимаю, что вы... Я говорю про информационные войны Просто из ваших слов такое впечатление сложилось Поэтому я ввергаюсь Для уточнения, да? Для уточнения, да Ну, конечно Западная цивилизация и русская цивилизация, она противостояла веками Нет, ну, я об этом скажу еще впереди Поведенческие стереотипы, это все навязывалось еще и в Советском Союзе навязывались эти поведенческие стереотипы Ну, понятно Но сегодня, сегодня, сегодня это особо... Что, кстати, наса погубило? Да, да, да Ну, если раньше, допустим, во времена Советского Союза, это была некая чисто пародия, скажем так, да? То есть мы пытались быть похожими на американцев Носили джинсы, жевали жвачки То есть сегодня весь проблема еще страшнее стала То есть сегодня нам пытаются навязать вот именно какие-то глубинные, да? Основные вот такие фундаментальные Полностью изменить мышление человека Если, допустим, в период перестройки хватило лишь просто нам показать, вот помахать нам конфеткой И мы прыгнули и съели ее Видимо, мы не готовы Да, и развалили государство свое, собственно, разрушили его То сегодня, ну, мы, конечно, окрепли, но и методы стали более серьезными, более сильными Технически более совершенными Да И так далее И уже совершенно на другой уровень перенок переходит вот эти вот войны Вот на более глубокий, я бы сказал, на более глубокий уровень И совершенный, да Вот что я сказал бы, что сегодня происходит попытка стирания вот из нашего ментального сознания нашей культурной идентичности Вот что сегодня происходит И это очень опасно Давайте на этом сейчас как раз вот на этом и обратим внимание Постараемся все это делать покомпактнее по времени Да Вот И сегодня, ну, как всем известно, что Запад, к сожалению, он идет по пути разрушения традиционных ценностей И, к сожалению, к сожалению, это не обошло и нас Не обошло и нас Вот Но если, допустим, говорить о понятии традиционной ценности Чтобы для начала, как это все было понятно Здесь ведь не только речь идет о религии Потому что сегодня есть некая часть общества, которая, скажем так, с паникой Когда произносят слово традиционные ценности Они представляют некие какие-то патриархальные, не знаю, устаревшие, допустим, какие-то христианские, ну, религиозные какие-то, да Догмы То, что, ну, они представляют некие образцы средневековья Но это далеко не так Я бы сказал, что традиционные ценности это все то, что не противоречит здравому смыслу Все то, что, допустим, не противоречит какой-то биологической данности человека Не противоречит какой-то морали Нормальной морали Вот, допустим, я бы сказал, что, допустим, в советское время Была у нас традиционная культура Как бы мы ни говорили, что в Советском Союзе, конечно, у нас было советское общество Но все-таки, по большому счету, все-таки наше общество, оно было традиционным В плане того, что ценности, которые у нас воспроизводились, они были традиционными Они не входили в противоречие со здравым смыслом Во многом сыграло в этом отношении положительную роль То, что в Советском Союзе все народы, которые были включены во все века в состав России Они в Советском Союзе поддерживались их традиции, народные обычаи и так далее Это все поддерживалось Всегда нас выдвигали из самых малых народов каких-то писателей, художников, певцов, работников культуры Только на ура Они сразу получали полную, их сразу выдвигали на передние планы Это не просто так, многие кричат, что русские задвигали в сторону Да, русские это и делали, что они всегда поддерживали малые народы И давали им в своем сознании осознать, что они равные Равные всем Это же правильно было И вот на основе этого и были традиционные ценности Никто, никакие народы, традиции свои не утеряли во времена Советских Я отметил важный момент Хотя многое подавлялось, многое подавлялось Особенно в основе, что лежали в религии Но подавлялось не только в малых народах, это подавлялось вообще Вообще у нас, да И опять же, не весь советский период можно расценивать как историю подавления Были там разные периоды Конечно, конечно В один период где-то подавлялось сильно и жестоко В второй период, наоборот, выдвигалось и поддерживалось Потом опять находили вот эти моменты То есть это неоднозначная история Но я с вами согласен, что в советский период традиционные ценности в нашей цивилизации сохранились Ну вот вы затронули такую важную вещь Что я хотел бы отметить еще Что вот в чем отличие, допустим, между западной цивилизацией и русской цивилизацией Что исторически русская цивилизация, она как развивалась? Она развивалась не уничтожая другие народы А принимая в свою семью Адаптируя, да То есть всегда относилась к малочисленным народам Ну не только к малочисленным, вообще к иноземцам На равных Чего не было, в принципе, на Западе На Западе это было жестокое, дикое освоение, допустим Ну, я не говорю про уничтожение индейцев Хотя это, извините Сама схема присоединения и подавления колонизации Будем называть своими вещами То есть русские колонизировали определенные территории Но вопрос как? Но вопрос как? Форма Сама форма, да Если западная цивилизация предложила методику такую Что они уничтожали полностью всех Кто мог им составить какое-то сопротивление Но это, кстати, не только западная цивилизация Кстати, тюрко-монголы тоже по этим же схемам работали Они тоже вырезали практически всех, кто кому-то помешал И так далее То русские предложили совершенно невиданную в историю схему Они брали и присоединяли элиты к себе на равных условиях Они брали элиту каких-то там князьков, ханов и так далее, беков Вот, допустим, известный герой Отечественной войны Багратион Да, он же тоже был князь из царского грузинского рода Значит, я вам скажу, вот по нашей Сибири Сколько родов сибирских было включено Просто в дворянские роды Это и тайбугины Тайбугины потом фамилия их были Знаменитый род тайбугинов Значит, который находился в противоречии с этими чингизидами Потом вот эти вот, как их называли в старину, самоеды Помните? Вот у нас в Томской области селькупы Вот, там хан Воля, там был вот такой Он все время, это Пега Орда противостовала там этой самой Синей Ордиль, Белой Ордиль И они их просто взяли и вот этих вот взяли и присоединили к дворянским семействам Ну и все И они затерялись, растворились и в то же время вот их народы присоединялись к русским на полных правах Вы знаете, вот самое главное доказательство того, что вы говорите Такая система Знаете, как можно доказать? Это фамилия наших дворянских родов Да Ведь, посмотрите, сколько там, извините, татарских кардингов Да, да Да, тот же самый Карамзин, да И Юсуповы, там их не перечислить Да, то есть, я даже сейчас О чем речь, то есть, вот если мы даже об этом говорим И они потерялись, их вот считают там, это русские Да нет, там половина дворянских родов, они из рода чингизидов и... Нет, в плане того, что они обрисели, они стали русскими, наверное, да В конечном счете, тем более потомки уже Но их корни, конечно То есть, к чему, что в свое время их приняли на равных И они стали, ну, частью... Не просто даже на равных А их просто включали на таких высоких условиях Можно еще маленькую такую историческую справочку Знаменитый племянник этого хана Кучума Маметкул, помните? Он еще в знаменитом фильме «Ерматка» Вот этот, Маметкула, когда увезли Значит, служить царю Ивану Грозному, помните? Там вроде его пленили, но так и было Его пленили, его отправили Но в фильме-то это не показано А как было фактически Маметкула встретили в Москве Уже встретил его Федор Иван Грозный умер Уже встретил его Федор И его встретили как царя Представляете? Простого племянника Кучума Ему устроили царскую встречу И он сразу вошел на правах Полных правах воеводы левой руки По-моему Представляете, что воеводы левой руки Это третье лицо в военном строительстве Государственном строительстве Воеводы левой руки Он сразу стал представлять Он особо ни в каких таких вещах не отличился Но даже в середине уже 17 века В 1650 каком-то году Когда уже русские там воевали со шведами За освобождение тех земель Которые там во времена смутные ушли к шведам Да Есть такая справка Этот Маметкул Уже 90-летний старик С мечом на коне Врезался в эти шведские войска И там чуть ли не помню Они были настолько ошарашены вот этим Вот старик Вот хан Маметкул Который показан в фильме Вот так их встречали Им давали полное Совершенно равное условие Они не оставляли свою веру Они оставались кто мусульманин Абсолютно Хочешь там исповедовать свой шаманизм Там этих самоедов Когда присоединяли Чукчей присоединяли Да пожалуйста Исповедуйте свой шаманизм И дальше За Чукчами С Чукчами пытались даже Повоевать За ним Екатерининские войска За этими чукчами бегали Не представляешь что это было Бегали-бегали А что они по тундре на оленях Ну сколько они давно бегают Ну прекратили бегать Взяли Договорились с этими С ихними старейшинами И все нормально И присоединили Все Вот так вот происходило русский Ну конечно не всегда Они везде так Были-то и моменты всякие Но по сравнению с тем Что предлагала западная цивилизация Это было совершенно Человечески Правильно Справедливо Обоснованные Поэтому народы К русским Подтянулись Для чего Русские В тот же момент Не то что они присоняли Они явились Как бы Посредниками Среди разных народов Которые между собой Воевали К ним стали обращаться За защитой И за судом Вот это Очень много Решило Для того Чтобы все народы На территории нашей России Они выжили Выжили Более того Они не просто выжили Они сохранили Свои традиции Верования И так далее Никто Никто Никого Не уничтожил И Вплоть до того Что и в Советском Союзе Вот эта тенденция Сохранения народов Она была А вот Когда объявили Национальную Ельцин объявил Национальное отделение И разделение Вот тогда и начались Национальные розни Ну вот Бешеная ненависть Ко всем И почему-то На русских Очень много Вылили малые народы Ненависть Не от большого ума Я считаю От каких-то Наслоений И принесенных Извне Установок Скажем так Ну это все Знаете Во-первых Я считаю Что все-таки Основная масса Населения Вот этих Как бы Малых народов Ну вообще Тех кто Допустим Получил независимость Да После распада Советского Союза Они все-таки В основном И сегодня Относятся к России Благожелательно Просто есть элиты Элиты Которые Ну скажем так Ведут активную пропаганду И к сожалению Эта пропаганда Попадает на молодежь Вот Неподготовленную Вот это Вот это самое страшное Которая не видела Вот этих советских ценностей Дружбы народов И молодежь Вот это вот Поглощает И вдруг Начинает Вот это вот Накопление Какой-то непонятной Совершенно необосновенной И на пустом месте Выросшей ненависти Ну вот Украина 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 Сегодня В принципе Все Почти государства нужны Очень Да Очень тяжелое Вот в этом Психологическом отношении Ситуации в Казахстане Там Очень развит Вот этот Национализм Направленный На ненависть Не обоснованную Совершенно К русским Которые в свое время Казахов практически Спасли от Уничтожения Китайскими Северными племенами Мы разговаривали Тут с сибирскими Татарами Татары Какие-то претензии Предъявляют Вот вы русские Пришли Нас оккупировали Значит В Сибири Вот нам нужен Суверенитет Представляете О чем вы говорите Да кто вам даст Самостоятельно жить Вас сразу же Вы сразу Знаете Как сказал Ментимир Шаймиев Да Уже Экс президент Татарстана Он сказал Да Если у русских Не будет И нам Да Если не будет Извините Россия То и нас уже Не будет Правильно сказал Он мудрый человек Извините Человек-то Не глупый Не глупый Назарбаев Тянется Потому что Он тоже Понимает Ну конечно В свое время И был Во главе Вот этого Национального Соединения Казахстана Но потом Со временем Наш Султан Назарбаев Стал одним Из лидеров Вот этого Восстановления Объединения Наших народов Надо Дать должное То есть Есть понимание Особенно Среди людей Старшего поколения Что должно Ну да Ну это к тому разговору Который мы вели С вами в прошлый раз Потому что Нам пока не поздно Давайте О семейных ценностях Все таки Да Но все таки У нас сегодня Тема касается Семейных ценностей Я бы хотел Об этом поговорить Потому что Это очень чувствительный Такой аспект Вот в контексте Именно вот этого Конфликта Между То о чем я сказал Конфликта Между Нашими цивилизациями Когда нам пытаются Невязать Какой-то модель Стереотипа ведения Ведь это переносится Не только на какие-то Такие повседневные вещи Но это Переносится на такие Глубинные стороны Святые Я бы сказал Стороны нашей жизни Семейные ценности Ну семейные ценности Понятно что сюда входит Это отношение между Мужчиной и женщиной Отношение между Детями Да Родителями и детьми Старикам Детей к родителям И к старшим Вот Ну и так далее Вот Ну что стоит сказать Что традиционно Конечно И в религии И в советское время То о чем я сказал Была все-таки У нас Ну взращивались Традиционные ценности И семья Она была Допустим Если мы берем Ну христианство Или мусульманство Ведь в любой религии Наверное Семья это нечто Священное Священный союз Но если мы возьмем Даже советское прошлое То и в советское время В принципе Семья она была Нечто больше Чем сегодня Скажем так Несмотря на то Что официальная религия Была отодвинута На задний план Но основные установки Вышедшие веками Из религиозных Всех Из религиозного Опыта жизни Всех народов Эти все установки Плавненько Перешли В семейные ценности Развиваемые В советском союзе Скажем так Посмотрите Этот Кодекс строения Коммунизма Помните Это один в один Значит Христова проповедь Это же было Не просто так Потому что Люди Создававшие Вот эти вот Ценности Советские ценности Они прекрасно Это понимали Мы же знаем Что Сталин Заканчивал Семинарию Духовную Практически Не закончил Но он был Отличник Он великолепно Там учился Еще в хоре Пел Еще в хоре Пел И так же Многие И Орзенекидзи По-моему С ним Да Это друг Его По-моему Друг Да Ну Многие Из советских Руководителей Они прошли Духовную Какую-то Подготовку И Ну Мне вот Лично Обидно Как русскому Человеку Ну Немного Обидно И есть Над чем Подумать Что Исламские Народы Мусульмане Свои Традиционные Семейные Ценности Сохранили Лучше И больше Ведь То что У них Вложение К старшим Отношения Там Это самое У нас Тоже Все это Было Но почему-то На определенном Этапе Славянские Русские Народы Там Это все Где-то Порастеряли Во многом Может Не знаю От чего Ну Можно было бы На эту тему Порассуждать А мусульманские Народы Сохранили И не только Мусульманские А те Традиционные Народы Которые Сохранились Вот у нас По Сибири Традиционные Народы Живут У них Свои Традиции Остались И этим Традициям Иногда Можно Даже Позавидовать В чем-то И можно Восстановить Можно На них Обратить Нимание И понять Что Это Общая Культура Семейных Ценностей Она Присуща Что Традиционная Культура Как я Сказал В чем Ее традиционность Это же Не обязательно Религиозная Какая-то Культура Это то Что Не противоречит Здравому Смыслу Прежде всего Ну конечно Есть традиции Которые Может быть Иногда Мешают Вообще Людям Жить Я говорю На тех Традициях Но если Мы берем Допустим Семейные Ценности В том же Исламе То каким Образом Это мешает Жить Людям Ворот Мне кажется Что Это Скрепляет Узы Конечно Иногда Допустим Критикуют Исламскую Культуру Вообще Восточную Культуру За то Что С порой Допустим Женится Без любви Но с другой Сороны Что такое Любовь Если Допустим Сегодня У нас Все по Любви А завтра Разводится То есть Тут тоже Такие Тоже Традиции Такие Были Во многих Я вспоминаю Рассказы Своей бабушке Она рассказывала Про Моего Двоюродного Прадедушку Как его Отец Оглоблей Заставил Жениться Вокруг Дома За ним С оглоблей Гонялся Пока Не заставил Жениться И они С этой Бабушкой Матреной Прожили Душа В душу До 90 С лишнего Ленина И умели Чуть ли Не в один День Ну Как Ну Да Заставляли Родители То есть Без Одобрения Родительского По крайней Мере Дети Не решали Такой Серьезный Вопрос Как Любовь Нелюбовь Могло Быть Могло Не быть Но Без Одобрения И благословения Родительского Это Не происходило Это Продиция Абсолютно Герд То Что Там Да Даже Без Любви Вот Выдают Родители Там Договорились Между Собой Да Еще Там В самом Малом Возрасте Еще По три Года Их Между Собой Как То Уже Все Сочетали И Они Ну Это Значит Так Так Считают Народы Вот Свою Сохранить Свою Идентичность И Мы Видим Что Во многом Может Быть Правы Они Посмотрите У них Рождаемость Огромная Кстати Вы Правильно Говорите Что Надо Просто Смотреть На Конечные Результаты Если Конечно Не бывает Вообще Абсолютно Хороших Решений Всегда Будет Что Что Конечно Что Такое Негативное Возможно Какой-то Осадок В любом Вине Есть Какой-то Осадок Правильно Самый Хороший Но Надо Посмотреть На Конечный Итог К Чему Приводит Допустим Современный Наш Образ Жизни Вседозволенности К Чему Приводит Допустим Более Строгий Образ Жизни Кто-то Может Сказать Какие-то Радикальные Традиционалисты Ну Давайте Жить По Домострою Который Сильвестр Написал Во времена Ивана Грозного Это Конечно Тоже Перебор Я Всегда Говорю Что В нашей Русской Цивилизации Есть Огромный Плюс И То Что Не имеется Ни у Кого Это Наша Национальная Литература Наша Национальная Литература Которая Была Поднялась Во времена 19 Век 20 Век И в том числе Советская Литература Это Литература Которая Учила Именно Человечности Которая Воплотила В себе Все Вот Как Вы Говорите Разумные Ценности Со Всего Исторического Того Что Накопилось Веками И Вот Этим Вот Такого Нет Ни у Кого И Поэтому Русский Театр Русская Литература Национальная Которая Включала В себя Опыт Всех Народов Которая Смогла Смогла Втянуть Россия Она Просто Бесценна Если Если В СМИ Если В культуре Если В образовании Не вернуться Вот К этому Бесценному Золотому Нашему Фонду Национальной Литературы То Практически Я не вижу Даже других Путей Надо Возвращаться Посмотрите В советское Время Полностью Была Экронизирована Классика Русская Литературная Классика Полностью Великолепно Экронизирована Смотришь Любой Фильм Это Шедевры А Если Даже Посмотрим Мультфильмы Которые Извините В совет В период Сталина Которые Они же Были Прям В период Сталина Во все Периоды Советские Особенно Вы Помните Были По мотивам Народных Сказок Которые Еще В 30-е Годы Создавали 40-е У вас Дети Я очень рад Потому что Человек Молодой Я вам Расскажу Прошу Прощения Михаил Свой Опыт Семейный Я в свое Время В 90-е Годы Когда Воспитывал Своих Детей Был У меня Такой Не то Что Бзик Я не знаю Я С таким Омерзением Смотрел На эту Американизацию Которая Происходила По экранам Я просто Запретил Детям Смотреть Американские Мультфильмы Просто Запретил И все Все Они у меня Их не смотрели Немножко Какой-то Период Может быть Где-то Я их Чуть-чуть Придавил Но потом Они Начали Мозгами Своими Доходить Они Сами Смеялись Дебилизмом Которым Понимаешь Они Уже Повзрослели Да Чуть Чуть Буквально Небольшой Прошел Период И они Начали Сами Вникать Что Ну Невозможно Сравнивать Ну Что Дурью Смотреть Они Просто Сами Стали Относиться Так Вот Один раз Совершенно Случайно Мои дети Ехали В пионерлагерь С другими Детьми Женщина Которая Их Сопровождала Пришлось Жень Объясни Мне Ты Что Делаешь Со Своими Детьми Это Кошмар Эти Чуть Не Перевернули Весь Автобус Пока Мы Ехали А Твои Сели Спокойно Сзади Кроссвордики Что Дагадали Даже Внимание Не Обращали На Это Бешенство Которое Сходило Из Детей Агрессия Бешенство Через Мужчин Американство Совершенно Верно И Куда Не Зайди В Те Семьи Простые В Семьи Простых Людей Везде Дети Смотрели Вот Эту Муть Все Эти Черепашки Все Эти Пауки Все Эти Это Самое Еще Самое Простое Там Такую Мерзость Показывали Там Мышка Издевается Над Котом Может Мы Где-то Потом Смотрели Когда Дети Возрослели Можно И Посмотреть Было Кое Что Комичное Ничего Такого Человечного Там Не Но Сам Настрой Когда Ребенка Происходит Становление Настрой Когда Он Осознает Себя В Этом Мире Ни В Коем Случай Нельзя Подавать Вот Эту Муть Вот Здесь Нам Должна Помогать Наша Традиционная Русская Наработка Классика Мультфильмы Фильмы Театр Вот Как Это Детям Подать Я Совершенно Не Знаю Потому Что Сегодня Открыт Компьютер И Они Всякой Дряни Нахватаются Через Компьютер Это Целая Задача Которая Должна Стоять Перед Министерством Культуры Образования Но Они Этим Не Занимаются Ну К сожалению Сегодня Конечно Тяжело Так Оградить Просто Это Наверное Должны Заниматься Этим Родители Я Считаю Как Оградить Потому Что Государство Не Могут Не Может Вести Цензуру На Все Американские Родители Сами Выросли В 90 Годы И Получили Укол К сожалению Но Еще Не Поздно Как То Их Направить На Другой Путь То Родители Они Могут Поменяться Все Равно Они Не Застывшие Как Это Надо Доказывать Человеку Который Уже Бил Себе В Мозги Ну Это Конечно Тяжелый Процесс Но Я С Вами Тут Разговариваем Где-то Пока Чем-то Начинать Вы В своей Аудитории Студентам Мы Где-то Подключим Ну И Вот Мы Через Посредством Интернета Кто-нибудь На нас Случайно Выйдет И Послушает Может Что-то Полезное Парни Может Дело Говорят Поэтому Да Но Если Возвращаться К вопросу О семейных Ценностях Вот Ну Допустим Вот Если Опять-таки Сравнивать Сегодняшнее Положение Дела И Допустим Советское Время То Мы же знаем Что в советское Время Разводов Было Меньше Вот Допустим У меня есть Статистика Что Допустим По данным Росстата В 2010 Году Количество Разводов Составляло В среднем 4 и 5 На Тысячу Человек А В 1950 Году Количество Разводов На 100 Человек Составляло 0,5 То есть В 5 раз Увеличилось Количество Разводов Вот За 60 Лет Получается А если Говорить Про Российскую Империю То Разводы Там Вообще Были Единичные То есть В 1880 В 1880 Году Было Зафиксировано Всего 920 Разводов На всю Огромную Страну Представляете А в 1890 Году 942 Разводы Ну Не приветствую вас Там Да Вспомни Анну Каренину Вот Ну Понятно Что В Российской Империи Все общество Было Пронизано Конечно Религией Религия Была Государство Образующей Да Скажем Так Системо Образующей Государство Образующей Таким Институтом Наравне Ну Как Сказал Граф Уваров Самодержавие Православие Народность Да Концепты Знаменитые Да Концепция Была Второй Половины 19 Века К сожалению В начале 20 века Вот Эта Духовность И понимание Ценности Она была В многом Разрушена Вот Этим Новыми Веяниями Ну Понятно Интеллигенция Полностью Отошла От этого Верхние Высшие Слои Общества Практически Полностью Почему Они потом И предали Того же Монарха Спокойно И легко Смотрите Что творилось То есть Говорить Так Что До революции Все были Привержества Ну Конечно Вы же Историк Вы прекрасно Я бы Больше Сказал Что Говорить Что Революция Так Неожиданно Произошла Тоже Говорить Глупо Потому Что Все-таки Страна Рушилась И не только В плане Экономической Или как-то Допустим Первой Мировой Войны Ведь Не только Это Послужило Мне кажется Что Все-таки Духовный Упадок Был Сильный Даже То Что Происходило Примерно То же Что И у нас Сегодня Уходили Люди Старой Закалки Уходили В начале 20 века Смотрите Победоносов Иван Кронштадтский Вот такие Авторитеты Менделеев Вот Вот эти Люди Которые Как бы Их Перечислять Можно Много Конечно Они Составляли Такой Костяк Вот Это Направление Сохранения Консерватизма Духовных Вот Этих Основ Идей Русского Общества И все Это На замену Приходило Вот эти Новые Вения Марксизм И так далее И так далее Которые Уже Различные Общества Использовали В своих Интересах Со своими Перевертышами С какими-то И все Это Вылилось В такую Национальную Трагедию Практически Ну да Абсолютно Как бы Потом Все это Не получилось Но Слом Разрушение Государства Это была Страшная Национальная Трагедия Хорошо Что получилось Так Что смогли Сохранить Страну Но Тогда Россия Могу Просто Перестать Существовать Ну да Амтанты К этому И вела Они Для того И устроили У нас Первый Ну Скажем Что И в 91 Году Не без помощи Известных Наших Партнеров Ребята Не последние 20 лет Работают Над Россией Эти установки И сегодня Мы это Видим Как я сказал Что сегодня У нас Час Икс То есть Год Ну я считаю Что Вот 2014 год Он был таким Знаменательным На самом деле Мы просто Этого не заметили Но ведь Мы тоже Стояли Скажем так На грани Да Опять прошли Да Потому что Все было сделано Для того Чтобы Нас сломить Ну просто Мне кажется Мы за 20 лет Настолько повзрослели У нас уже Этот иммунитет Выработался Мы жили В этих Кризисах И уже настолько Привыкли к ним Да Наверное Хорошо ли это плохо Но Стали сильнее Вот реально И сегодня Мы получили Такое Вот Это очень хорошо Что именно Люди стали другими Возрослели Я бы сказал Дай бог Михаил Чтобы И вам Дай бог Вот как преподавателю Вот что-то Вот это вот Доносить до молодежи Потому что Все что Я стараюсь Я стараюсь Все что будет С нашей цивилизацией Зависит Сто процентно От того Какое поколение Заменит Вот придет На смену Ну я по крайней мере Со своей стороны Буду делать Все возможное Чтобы как-то Доносить Согласитесь Во многом Еще многое Очень держится И в экономике И в промышленности И в культуре Еще На запасе Вот того Советского потенциала Это видно Невооруженным глазом Но люди Уходят Да Согласен Но к счастью К счастью Все-таки Сегодня Да Вот была опасность Какая у нас Что Вот запас Который у нас Сложился Да В советское время Этот золотой запас Он мог быть Просто Ну как бы Разбазарен Да И все Но к счастью И мы сегодня Это увидели Допустим Ну Пример такой Что сегодня На Украину Ну На сторону ополченцев Да Идут воевать Молодые ребята Они же все Расли Когда 90-е годы Фактически Но значит Не все потеряно Значит Все-таки Ну и вообще То что Мы сегодня Выстояли Как-то И стоим Как-то И достойно Противостали Это же не только Заслуга Извините Старшего поколения Уже выросло поколение Которым уже За 20 лет За 30 лет Есть столько Разумных Молодых ребят Что у меня Например Оптимизм Меня никогда Не покидает Ну я Поэтому я тоже Не сомневаюсь Что Россию ждет Достойное будущее Достойное Такой страны Как Мощное Я думаю Молодежь наша Соберется С мозгами С силами Сделает выводы Из всего Что произошло Сделает Свои Наработки Умственные Не откинет В пропасть И в яму Не загонит Как сделали На Украине Наработку Старших поколений Примет К сведению Как опыт На котором Можно строить Своё будущее Правильно Конечно Конечно И мне Очень радостно И приятно Видеть Что есть такие Люди Да Поэтому Это вытеляет Все-таки Оптимизм Вот Если мы Опять-таки Говорим О Семье То Допустим Если мы берем Опять-таки Советский период То все-таки В советское время Происходило Некое Воспитание Еще Государство Воспитывало Вот Даже Какие-то Конфликты Которые Возникали В семье Они же Часто Выносились На какие-то Собрания Практически Всегда Да Вот Опять-таки Хорошо Это или Плохо Конечно Хорошо Понятно Что Это вмешательство В личную жизнь Сейчас бы нам Сказали бы На Западе Психологов Адвокатов Пробежало бы Юристов Да Вмешательство Да Ну как В Европе Сейчас бы нам Говорили Тыкали пальцы Всегда Были Тяжелые Семьи Всегда Какие-то Трудные Дети Трудные Семьи Трудные Мамы И Папы Которыми Занималось Общество Учились Все В одних Школах И поэтому Даже Были Коллективы Родительские Которые Принимали Решения Которые Занимались Которые Беседовали Которые Направляли И было Было Так Да Трудные Дети Ради Бога Есть Родительский Коллектив Родительский Актив Которые Шли Вот В эти Семьи Они Определяли Они Даже Выбивали Какую-то Помощь Материальную Многим Семьям И помню Так Было И поэтому Даже Одинокие Матери Могли Воспитывать Своих Детей На Нормальных Равных Условиях Со всеми А уж Как Потом Ребенок В какую Жизнь Пойдет Это Уже Зависело От Его Ума И Способности И так Далее Очень Часто Среди С трудных Семей Выходили Вполне Достойные Хорошие И шли В жизни Прекрасно И становились Членами Общества Сейчас Эту Сущность Совершенно Сказали Этого Не Надо Каждый Ребенок Способен Выбрать Себе То Что Он Хочет И Вот Идиотского Совершенного Решения Последствия Могут Быть Совершенно Катастрофическими Слава Богу В нашем Обществе Сохранилось Противостояние Вот Этим Направлением Но Мы Сейчас Живем В этом Вот То Нас Давят Эти Ювеналы Которые Приходят Впихивают Свои Какие-то Нормы В каждую Семью Совершенно Непонятным Каким-то Образом Решают Быть Этому Ребенку Или Не Быть Но Это Ж Война Самая Натуральная Против Семьи Против Общества Против Всего Человеческого Против Всего Разумного Как Вы Говорите То Ювеналы То Психологи В этих Школах Учат Детей Что Вы Должны Расти Что Вы Должны Все Что Вам Нравится Вы Делайте А Все Что Вам Не Нравится Вы Не Делайте И Какие Дети Потом Приходят К Вам В Институт Я Вообще Не Представляю Да Ну Вот Я Согласен С Вами Полностью К сожалению Да Вот Это Как Бы Игра Вот В эти Права Да Дети Говорят Права Права Ребенка Права Не Знаю Это Конечно Хорошо Назовем Это Тем Словом Который Называется Полит Полит Это Либеральная Установка Ну Да Это Либерализм Чисто Либерализм Ну Дело доводится До абсурда Это Уже Не Права А Это Уже Какой То Вред Права Должны Быть Но В Советском Союзе Прежде Всего Стояли Обязанности Перед Обществом Абсолютно Если Ребенка Не Научат Выполнять Какие Обязанности То Непонятно В Какое Он Мог Превратиться Создание Значит И Каждый Человек Выходя В Рабочий Коллектив Трудовой Они Учились Выполнять Свои Обязанности Хорошо Или Плохо Те Люди Которые Имели Ответственность И Обязанность Они Становились Наверху Наверха И Выводили В начальство И так Далее Они Проходили Многие Начальники В советский Период Проходили От И до От Самого Рабочего Станка До Самых Высших Партий Органов Это Было Нормально И На Всю Эту Систему Работала И Школа И Институт И Воспитательная Система Шла Воспитывали Всех И Правильно И Делали Правильно Делали Правильно Но Наверное Неправильно В чем Наверное Может Быть Какие То Методики Опять Так Если Мы Допустим Рассматривали Мы Была Правильная Что Да Мы Должны Воспитывать Наше Общество А Не Так Как Андропов Сказал В начале Восьмидесятых Годов Мы Не Знаем В Каком Обществе Мы Живем О Приехали Через Шестьдесят Пять Лет Жизни Советской Власти Мы Не Знаем Как Это Вы Не Знаете В Каком Обществе Живете Господин Андропов Да Поэтому Вот Когда Мы Говорим О О Том Что Нам Стоит Перенять Наверное Все Так Это Очень Важно Может Сегодня Какая Воспитательная Работа Нам Нужна Методики 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 И не Просто Какие-то Единичные Какие-то Вещи А вот Система Как Вы Правильно Сказали Начиная С детского Сада С Яслей Школа Институт ПТУ Институт Завод Не Бояться Из детей Делать Ответственных Армия В конце Концов Выполнять Какие-то Обязанности Бросить Эту Ребенок Должен Быть Потребителем И делать Только То Что Он Захочет Это Нельзя Это Преступление Перед Будущим Это Все Это Кранты На цивилизации Можно ставить Абсолютно Согласен Ну Вот К сожалению Да Сегодня Мы Видим Что Пока Это Еще Система Не сломлена И С ней Пока Еще Серьезно Никто И не Борется Потому Что То Что Творится У нас И Кто Сидит Сегодня Ну Я не буду Поместить Ну Я знаю Это Не прослышки Работник Образования Да Проекте Реформы Которые К сожалению Да Ни к чему Хорошему Пока Не приводят Вот Но Если Вот Говорить О том Чем Мы Нам опасим Все Так Вот Этот Западный Да Западная Модель Семейных Отношений Вот Сегодня Я бы Сказал Так Что Сегодня Идя По Пути Либерализации Семейных Отношений Запад Загнал себя В тупик Вот И В каком Плане Сегодня На Западе Вот Идет Некая Игра С этим Понятием Свобода То есть Свобода Вот не бывает Вот я считаю Что вообще В мире Ничего нет Такого Идеального И в свободу Можно играть Бесконечно И вот Сегодня Мы видим Что Вот эта Свобода Она переносится Не только На какие-то Не знаю Нормальные Может быть Вещи Но И Уже На те вещи Которые Трогать Просто Нельзя Просто Ну Это Абсолютно Не знаю Глупость Абсолютная Глупость Любой Религиозный Человек Сказал бы Так Полностью Свободными Могут быть Только Бесы Ну да Ну извините Мы живем В обществе Мы уже Не свободны Конечно Есть какие-то Рамки Конечно Мы живем По законам Мы уже Не свободны Как мы можем жить Ну Абсолютно Свободны Значит Это надо нам Вернуться В состояние Первобытно Общинного Страя Государство Для того И создавалось Для того И взращивалось Тех же русским народом Государство Это определенный Контракт Народа Общества С определенной Элитой На то Чтобы была Какая-то Система Которая В рамках Ограничения Каких-то Свобод Но создает Условия Для существования Этого народа И поэтому Государство Всегда давило Ну давило Своей системой Заставляющей Что-то быть В каких-то Рамках Она всегда давила Но посмотрите Исторически Народ всегда Поддерживал Государство Во все трудные Времена Потому что На подсознательном Уровне Все понимали Не будет Государства Не будет Народа Абсолютно Ну я считаю Что вот Есть понятие Вообще Что такое Государство Это Об этом Везде пишут Это аппарат Насилия Аппарат Насилия Я про это И говорю Ну а как Без этого Извините Без принуждения Невозможно Создать порядок Которым Всем нравится Все же Всем же Нравится жить В стабильности Что такое Либерализм Это отсутствие Всяких насилий Они отрицают Любое насилие Над собой Насилие Над человеческой Личностью Они отрицают Якобы Но за красивыми Словами Кроется Такая глубокая Черная яма И пропасть Что просто Мы сегодня Просто Видим Своими глазами Что произошло Какую свободу Принесло Вот это На Украину Ну вот Если Говорить Допустим О семейной цене Этих запада То я бы Наверное Такой самый яркий Пример Назвал бы Однополые браки Да Вот это Ура Настолько Эта тема Уже Ее можно было Даже не касаться Нет Ну это Как один из таких Ярких примеров Что И не коснуться нельзя И касаться Это уже Просто Ну как Да А сказать О семейных ценностях О том Что делает Сегодня Непонятно Зачем Запад Как можно сказать Если не говорить О Запад Себя Загоняет Просто На уничтожение Западная Цивилизация Она обречена Сегодня К вымиранию Вот именно Благодаря Вот этим Либеральным Ценностям Которые Мы Вполне В состоянии К себе Не пустить Да Поставить Им Да Их пустили В определенный Момент Эти Либеральные Ценности По нашей Земле Походили И Походили Очень Грубо С страшными Разрушениями И Уже Хватит И Надо Поставить Этому Заслон В конце Концов Ну я думаю Что это В наших Силах Но По крайней Мере Я вижу Что Сегодня Это Делается На уровне Допустим Законодательного У нас К счастью Запрещены Все-таки Есть Хорошие Наработки Но Есть И то Что Разумом Вот видишь Что это Надо Действительно Делать А Никто Этого Не Делает Но Есть Еще Допустим Вот Скажем Так Пропаганда Опять Таки Стиля Жизни То Мы Видим Что То Что На Западе Говорят О правах Секс-меньшинств Мы Видим Что И В России Появляются Такие Личности Которые Заявляют О Таких Вот У нас Западные Всегда Были Да То Мы Видим Допустим Желание Провести Гей-парад В Москве И так Далее То Не Я надеюсь И надеюсь Что До этого Не давали И надеюсь Что Сейчас Общество Настолько Взвинчено Противостоянием Вот Этому Всего Что Не дадут Значит И слава Богу Вот Ну Если Говорить Допустим Об Однополых Браках Ну Так Если Я Немножко Кратко Скажу Об Однополые Браки Они Были Всегда Жив Да Это Же Браков Не Было Однополые Отношения Они Всегда Были Да Ну То Если Так Допустим Продолжая Эту Логическую Цепочку Да Вот Этих Прав То Завтра Что Начнется Легализация Опасность Не в самих Браках Однополых А в том Что Этому Женет Конца Посмотрите На западе Уже Легализуют Инцест И Обийство Педофилию Там Какая-то Партия В Голландии Это Все Мерзость Вся Веками Тысячелетиями Разумным Думающим Человечеством Осуждалась И Вообще Задвигалась В Самое Ну Как Совершенно Неприемлемое Для Общества Вещи Эти все Вещи Либералами Вытащены На свет Показаны И сказано Так что Смотрите Мы самые-самые Они еще Говорят Мы самые-самые Еще и Это самое Вы-то Все остальные Никто А мы Высшие Варвары Еще Мы В таком Средневековье Не понимаете Все перевернуто С ног на голову И Вот мы С вами Констатируем Что В России Мы В принципе Вполне В состоянии Противостоять Это Я думаю Да Я считаю Что Я в этом Уверен Что Большинство Все-таки Подавляющее Большинство Россиян Все-таки Против Я уверен В этом А Конечно Будут Те Ну я думаю Что их Незначительное Количество Которые Ну как-то Может быть У них Сознание Подвержено Вот Этому Влиянию Западному Влиянию Вот Этой Пропаганды Хорошо Если бы Еще Государство Во многом Помогало Сейчас Помогает Скажем так Государство Приняло Слава Богу Определенные Огроменные Моменты На все Эти вещи Ну Еще Не вполне Достаточно Я считаю Ну ладно Я думаю У вас есть Еще что-то По семейным Центрам Ну Вкратце Если подытоживать Наш разговор Давайте Вот Скажем о том Зачем нам надо Бороться Вот с этим Ну Во-первых Я бы сказал Для чего нам надо Бороться Для того Чтобы Сохранить Себя Как Генофонд Вот Нашу Национальность Вот Если мы Вот Что мы видим Допустим В Европе Что Сегодня В Европе Происходит Активное Вымирание Населения И у нас Это тоже Происходило До недавнего Время К счастью Сейчас Все-таки Эту тенденцию Удалось Переломить Вот Это первый Момент Который Ну Это прямая Угроза Нашей популяции Если мы Не будем Бороться С этим То мы Извините Потеряем Население Вот А население Нам нужно Для того Чтобы У нас Еще не освоены Территории Сохранить Эти просторы Да Потому что Сколько Желающих По всему Периметру Очень много Да Которые Я думаю Сибирские Татары Тут никакой Суверенитет Не смогут Удержать Поэтому Здесь Миллиард Китайцев Проживает Которым Извините Там Тесно Только Свист Да Вот Поэтому Здесь Я считаю Что Это Прямая Угроза Нашему Нашей Стране Нашему Существованию Нашей цивилизации Ну второе Зачем Для чего Нам надо Бороться С этим Это То О чем Я сказал Уже Это Культ Вседозволенности Который Не знает Пределов То есть Если Мы Сейчас Не поставим Преграду Перед Этими Пропагандистами То Мы Завтра Получим Другие Скажем Так Борцов Борцов За другие Права За права Не знаю Педофилов Не знаю И прочих Изращенцев Опять Такие Ну вот Просто Нету Никакой Никаких Границ Этому Вот И Ну и Третье Наверное Самое Главное Ну В плане Именно Такого Духовного Культурно Духовного То что Вот Вот Эта Западная Модель Семейных Ценностей Она Приводит К упадку Прежде всего Духовности Людей То есть Посмотрите На Вообще На Среднестатистического Европейца Да Допустим Чем он живет И вы увидите Вот к чему Приводит Вот это Там уже нет Христианской Цивилизации Там уже Там нет А вы знаете Что там Закрывают Церкви Да Это же Поэтому Вот тот Удар Который Произошел Сегодня Во Франции И То Состояние Общества В Европе Которое Сегодня Проходит Вот это Состояние Антиисламской Настроенности Я бы Вот Вы правильную Тему Застронули Я бы Сказал так Общество Которое потеряло Все свои Духовные Ценности Оно не имеет Права Называться Христианским Обществом Поэтому Те мусульмане Которые смотрят Вот на этот Протест Против Ислама Я бы хотел Российским Мусульманам Просто Обратиться И сказать Что Не считайте Что это Протест Христиан Против Ислама Это уже Не христиане Это уже Извращенные Какие-то Народы Они потеряли Все свое Христианство Поэтому В нашей стране Слава Богу Есть препон Есть законодательно Установленный Препон Что никто Не имеет права Оскорбать Никто не имеет Права Оскорбать Это уголовное Накорбление Я недавно В новостях Узнал Что У нас запретили Перепечатывать Эти карикатуры Потому что Это противоречит Закону Абсолютно Ввели закон Что Оскорбление Духовных Ценностей Это просто Ненормальные Люди Совершенно Просто Двинутые По которым Плачет Дурдом Я считаю Могут Такими вещами Заниматься Мы же уже Посмотрели На это Пусирает Прыгивающая Это практически То же самое И эти журналисты Прыгивают По Духовным Ценностям К счастью У нас их поддержали Там Несколько тысяч А там Извините Три миллиона Вышло В поддержку Это вот и говорит Это и говорит О том Во что Приводилась Западная Цивилизация Болезни Они кого Поддерживают Вы ребята Просто Ну ладно Вы против терроризма И мы против терроризма Потому что Те кто произвел Удар Исламисты Это Исламисты Это мы против Но те Кто их Провоцировал На это дело Да я считаю Не меньшими Преступниками Но эти Преступники Потерпели Сегодня Божий суд Скажем так Ну да Ну еще Самое что Интересное Что В поддержку Вот этой Акции Некоторые Журналы Перепечатывают Ну это Полный Бред Ну давайте Михаил Это уже Тема Откровенной Разговоры Мы поговорим Эту тему Мы будем Проводить На этой неделе Мы кстати По этой теме Будем Говорить Вот Поэтому Нашу тему О семейных Ценностях Спасибо вам Вам спасибо Заканчиваем